Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем наше семинарское занятие, которое называется «Как правильно очищать организм». Мы благодарны вам, что вы проявили интерес к нашему занятию, отложили все свои дела и пришли знать, как же нужно правильно очищать организм. Мы, а кто такие мы? Мы — это Школа безопасного здоровья. Мы ее авторы. Меня зовут Татьяна Владимировна Картаренко. Я кандидат экономических наук. И мой супруг, профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент Международной академии китайской медицины Виктор Заделинович Каркатаренко. Мы сегодня хотим вам рассказать, как же все-таки правильно очищать организм. Почему? Потому что нами накоплены знания, и, что наиболее важно, огромный опыт в очищении организма. В санаториях Краснодарского края внедряется сейчас и уже осуществляется программа очищения организма по нашей авторской методике. И сегодня мы хотим с вами поделиться своими наработками, своими знаниями и своим опытом. С вами. Это с кем? Это с нашими клиентами. С нашими подписчиками. У нас выходит электронная газета, которая насчитывает более трех тысяч подписчиков. И в сумме с нашими клиентами это аудитория, которая нас постоянно слушает, смотрит, читает в интернете. Это около четырех тысяч клиентов и подписчиков. То есть мы сегодня делаем запись и ее будем обязательно размещать на своем канале в YouTube. Канал называется «Доктор Желч». Пожалуйста, вы все сможете посмотреть это выступление в записи и прочитать на нашем сайте. Но почему мы все-таки решили начать не с очищения организма, нашу лекцию, а все-таки хотели понять, что же такое здоровье и наш авторский взгляд предложить свою авторскую формулу здоровья. Ну давайте начнем с того прежде, что есть такая организация, Всемирная организация здравоохранения. Так вот, по уставу Всемирной организации здравоохранения, а почему мы, собственно, апеллируем к Всемирной организации здравоохранения? Потому что у Виктора Владимировича есть международная лицензия Всемирной организации здравоохранения на проведение преподавательской и медицинской деятельности. Поэтому мы ориентируемся в первую очередь на эту организацию. Так что же такое здоровье по мнению, по уставу ГОС? Здоровье — это не отсутствие болезней как таковой или физических недостатков, а состояние полного физического, душевного и социального благополучия. То есть, в переводе на русский человеческий язык это означает что? Как мы себя субъективно ощущаем. Ощущаем мы себя здоровыми людьми, значит, мы здоровы, значит, у нас все благополучно. То есть, понимание благополучия здесь ГОС ставит самым главным критерием определения здоровья. То есть, благополучие и социальное, и физическое, и душевное. Поэтому свою формулу здоровья мы стали разматривать с точки зрения благополучия. Ну, вот я хочу немножко обратиться к статистическим данным таким. Из моей диссертации на соискание ученой в степени кандидата экономических наук. В диссертации я проводила такое исследование, которое нам дает понимание, как же дело со здравоохранением обстоит в нашей стране с финансовой точки зрения. И вот данные здравоохранения в России статистические, да, за 2010 год говорят нам о том, что государственное финансирование здравоохранения в России составило 3,7 внутреннего валового продукта, что соответствует уровню Киргизии, Кореи, Турции, Южноафриканской республики. Вот представьте нашу Россию огромную, да? На каком это уровне происходит? Поэтому проблема есть определенная для нас с вами. Определенная проблема есть. А какие мы можем сделать выводы? Ну вот, если посмотреть на геограмму, вот Россия, да? А вот другие все развитые страны, расходы которых на здравоохранение больше превышают в 3-4 раза. Так что же нам все-таки делать? Нам нужно спасать самих себя, правильно? Нам нужно свое здоровье, свое благополучие брать в свои собственные руки. И поэтому мы вам хотим рассказать, как же это все-таки сделать. И как сделать так, чтобы с минимальными усилиями добиться максимальных результатов. И что такое финансовый рычаг здоровья, мы вам сегодня тоже расскажем. Как меньшими усилиями, меньшими финансовыми затратами добиться большего благополучия и лучшего состояния здоровья. исходя из вышеизложенного, я хочу вам как раз-таки предложить формулу здоровья, которую ожидает очень большое количество наших клиентов и подписчиков. Мы в интернете сделали такое объявление. Хотите ли вы узнать, а нужно ли вам это вообще знание такое, что такое формула здоровья? И мы получили огромный отклик и вопросы наших клиентов, на которые мы сегодня ответим в обязательном порядке. И, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, вы тоже их приготовьте. Если возможно, запишите на бумажечке. Хорошо? Так что такое здоровье в нашем понимании? Если абстрагироваться от генетической предрасположенности, пока что и сейчас не проймем во внимание, то здоровье в нашем понимании равняется профилактика плюс оздоровление плюс лечение. Просто все, да? Почему молчите? Или согласитесь, или мнение какое-то есть? Просто, да? Просто и понятно. Здоровье состоит из профилактики, оздоровления и лечения. Но самое интересное дальше. Как же мы понимаем все эти факторы? Обычно к нам люди приходят на диагностику с какими-то проблемами, когда уже они находятся вот в такой стадии, когда им необходимо лечение. А мы им говорим, вы можете привести себя в порядок, сначала переместиться в эту стадию, а потом находиться на этой стадии и тратить совершенно минимальные усилия для поддержания своего здоровья и благополучия. Как это сделать? Ну, давайте тогда начнем все-таки с этой стадии, которая называется профилактика. Из чего же состоит профилактика в нашем понимании? В нашем понимании профилактика состоит из соблюдения природных ритмов в сочетании с личными ритмами каждого человека. Просто? Просто, наверное, только на первый взгляд, да? Потому что природные ритмы — это что такое? Это сезонность, влияние времен года на организм человека, это лунные фазы, циклы, суточные ритмы. Мы все время твердим о целесообразном питании, что питаться нужно определенное количество раз в определенные часы. Вот это то самое природные ритмы. Что такое личные ритмы? Более подробно расскажет Виктор Владимирович. Дальше. Что же такое, мы понимаем, в смысле оздоровления? Оздоровление, мы понимаем, применение оздоровительных методик, прежде всего, в санаторно-курортной отрасли и оздоровление, когда происходит под руководством специалистов. Здесь вы занимаетесь самостоятельно своим здоровьем, здесь вы оздоравливаетесь под руководством специалистов. И что же такое лечение? Лечение оздоровления под непосредственным постоянным контролем и наблюдением специалистов. То ли это стационар, то ли это может быть тот же самый санаторий, только с круглосуточным контролем и наблюдением за вашим состоянием. Ну, что еще хочу сказать? Мы школа безопасного здоровья, доктора Картавенко, поэтому мы всегда радуем за безопасные методы, пути и способы поддержания здоровья на должном уровне. Поэтому считаем, что категория профилактики и оздоровления, они вполне могут происходить совершенно безопасно, если все делать с умом. А вот категория лечения лучше сюда не попадать, лучше не доводить себя до этой категории. Почему? Потому что бывают такие способы методы лечения, которые небезопасны для здоровья, и мы их совершенно открыто оглашаем везде, во всех средствах нам доступных. Это применение антибиотиков, применение противовоспалительных, применение гормональных препаратов, химиотерапия. Вы знаете, что без побочных эффектов не отходится в этом случае. И, естественно, какой-то вред здоровью мы наносим. Но бывает вред, который совершенно оправдан, и вы знаете такие случаи. И что я еще хочу сказать? Нам выведена такая парадигма, которая называется финансовый рычаг здоровья. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что, применяя совершенно небольшие усилия, мы можем добиться больших результатов. Что это такое? И как это применять? Ну, если мы рассмотрим, допустим, профилактику, да, и поставим точку опоры на профилактику, это точка опоры, нарисуем рычаг. Если мы будем воздействовать сюда различными профилактическими методами, то с меньшими усилиями мы сможем здоровье поднять на более высокий уровень. поэтому мы за профилактику, и за периодическое оздоровление, потому что иногда контроль специалистов он все-таки нужен. Правильным ли мы идем путем? И чтобы расширить понимание этих механизмов, чтобы понять, где же все-таки очищение организма, где оно, какое место занимает в этой формуле, я слово предоставляю Виктору Владимировичу Картаренко. Ну, Татьяна Владимировна, попыталась, по-моему, на мой взгляд, более чем подробно изложить нашу авторскую формулу, наше авторское отношение к пониманию здоровья, и поэтому, в общем-то, сейчас надо говорить, или уже пришла пора говорить о том, какие составляющие, какое место занимают в нашей жизни. Вот Татьяна Владимировна, как бы, наверное, не успела сказать о том, что у нас есть тоже наблюдения наши авторские, наши личные, говорят о том, что вот из трех составляющих, из трех составляющих, к сожалению, и к сожалению, у нас лечение нашей жизни занимает, на лечение мы тратим 87% времени нашей жизни, на оздоровление, мы тратим около 10-11% нашей жизни, а на практически на саму профилактику, ну, уже остаток, конечно, 100%, вы сами легко можете определить. Но давайте мы с вами начнем вот с чего. Давайте мы начнем с того, что уже в процессе самого, как бы, вынашивания ребенка, в процессе самой беременности, в процессе самой беременности мы наблюдаем три периода очистки как материнского организма, так и детского будущего организма. Как раз таки, вот состояние три семестровости, трех семестров, или трех цикличностей, это первых три месяца, вторых три месяца и крайних три месяца, которые вот, как бы, заканчиваются родами. В процессе вот этих месяцев, девяти месяцев, у нас три раза происходит очистка женского организма, происходит очистка женского организма, И если вещи называть своими именами, такими вещами, которые сейчас, в общем-то, сквозится акушерская гинекологическая практика, как наличие большого количества токсикозов, большого количества токсических изменений во время вынашивания ребенка, это, конечно, состояние неестественное для женского организма, потому что само состояние и вынашиванности, и само состояние будущих родов, это, конечно, состояние спонтанное. то, что определяется Господом Богом, то, что определяется самой природой человеческого организма. Значит, уже у нас есть с вами первая предпосылка говорить о том, что правило, первое правило, первая составляющая формулы здоровья, это профилактика. Нашими женщинами, к сожалению, нарушается. Значит, вольно или невольно. Почему? Потому что система здравоохранения, сегодняшняя система здравоохранения, которая связана со стандартами определенными, она не позволяет применять те или иные виды профилактических направлений, которые нашими бабушками, прабабушками и так далее, применялись очень давно. Естественно, на этом фоне мы, конечно, не можем говорить о такой вещи, как очень важная составляющая, это индивидуальные показатели для профилактики человека. Значит, вот в моем лице, ваш покорный слуга, около 30 лет назад, будем так говорить, по специальному заданию руководства моего тогда на тот момент, перед нашей, перед моей лабораторией была поставлена задача, значит, сформулировать понимание индивидуального цикла, ну, будем говорить, на тот момент спецназовца, спецвоеннослужащего и так далее, так далее, так далее. Мы, значит, на эту тему думали очень долго, предлагалось огромное количество вариантов, в конечном итоге мы остановились на том, что в порядке линейности нашего нахождения во времени мы все линейны, мы находимся в линейном направлении нашей жизни, мы находимся в определенном ритме, как замечательно сказала Татьяна Владимировна, суточном, лунном, годовом и так далее, и так далее, мы взяли на себя смелость и предложили модель линейного поведения человека, которую мы назвали индивидуальный информационно-энергетический год человека. Значит, вот именно индивидуальный энергетический год человека, который составлен на парадигме биологических зон, биологических каналов, по которым протекает энергия человека, вы знаете наверняка, да, что есть известных 12 каналов энергетических, вот как раз таки 12 каналов энергетических, они и позволили нам создать основу, создать основу для вот этой формулы, для вот этой одной составляющей этой формулы, то есть это индивидуальный информационно-энергетический код. Значит, соблюдение индивидуального энергетического кода, помноженное на соблюдение целесообразных пищевых ритмов, целесообразных пищевых ритмов, и является основой профилактики, является основой профилактики, то есть лишний раз это говорит о том, что есть общие принятые стандарты, это наши пищевые ритмы, вы знаете, что у нас в одном случае это 4 ритма, в другом случае это 5 ритмов, это соблюдение, обязательно неукосительное соблюдение правил поведения человека во время высполнения пищеварительной функции. Значит, и, конечно, которая помноженная на, я уже повторяюсь, на индивидуальный информационно-энергетический код. Значит, несоблюдение, несоблюдение, так называемое несоблюдение этих правил, несоблюдение этих правил, значит, приводит к тому, приводит к тому, что соблюдается, или вернее не соблюдается, формируется некая стандартная ситуация, как сейчас принято говорить или называть ее, сравнивать со средней температурой по больнице. В одном случае это достаточно оправдывает некие политические устремления государства, некие политические устремления системы, в которой мы находимся. Но с другой стороны, эта система абсолютно не подразумевает человека как индивидуальный источник, в общем-то, составляющий, будем говорить, здоровья каждого человека. То есть мы привыкли к пониманию того, что личность, а в контексте этого личности, личное здоровье человека мало кого когда интересовало. К сожалению, такая же тенденция продолжает существовать и сейчас. И я хочу сказать, что не без определенной степени лукавства наше государство продолжает использовать средние стандарты здоровья, которые зачастую никак не определяют настоящее состояние здоровья человека. Как раз таки наша практика, практика нашей школы говорит о том, что в большом количестве случаев, в большом количестве случаев, вот мы уже третий день даже на этой выставке работаем, и получается, что вольно-невольно мы людям, конечно, открываем глаза на те состояния, с которыми они нам приходят. Значит, а вот наше постоянное участие во многих и наших всероссийских и международных выступлениях говорит о том, что мы продолжаем пользоваться нашей стране, вернее, не мы, а официальная медицина продолжает пользоваться нашей стране такими вещами, такими терминами, такими диагнозами, которые давным-давно, в общем-то, в других странах, в других государствах, в других официальных системах здравоохранения не используются. Значит, естественно, отсутствие такой вот порядочности, будем говорить, соблюдение правил, морали в двух проявлениях, значит, конечно, приводит к тому, что профилактика, профилактика, как таковая сама по себе, как таковая сама по себе, носит у нас общестандартные установки, общестандартные установки. Соответственно, на этом фоне, соответственно, на этом фоне и оздоровительные мероприятия у нас тоже носят в определенной степени какую-то стандартную, такую занимают стандартную нишу. Вот мы выступали недавно в Сочи на очень большом международном форуме, и мы там показывали такую информацию, мы там показывали, нет, пожалуйста, мы там показывали такую информацию по санаторно-курортному лечению. С чем люди приезжают в санаторий? С чем люди приезжают в санаторий? Вот посмотрите, пожалуйста, 63,7% клиентов прибывают на санаторно-курортное лечение без направления на лечение. Без направления на лечение. Значит, 11,4% прибывают с диагнозами, не отражающими истинное положение вещей. И очень большое количество, мы посчитали, около 96% наших санаторно-курортных комплексов превращаются в СПА-курорты, в СПА-салоны, вместо того, чтобы продолжать наше в какой-то степени достаточно водотворное санаторно-курортное лечение. То есть оно и было стандартно, достаточно выраженное, но тем не менее в нашей бывшей стране, в Советском Союзе. Соответственно, еще одна составляющая формулы здоровья, оздоровления, у нас как бы выпадает из предложенной вашей модели поведения. И нам ничего не остается делать, грубо говоря, людям ничего не остается делать, как впадать, конечно, в состояние, которое Татьяна Владимировна обозначила как лечение, и мы этому уделяем в том смысле внимания, что 87%, 87% времени, конечно, в своей жизни человек уделяет лечение. Здесь, конечно, надо расставлять точки над «и» и очень четко понимать такие вещи, что есть случаи, есть случаи, которые называются форс-мажорными обстоятельствами, когда лечение, в общем-то, необходимо. Конечно, я обращаю ваше внимание на качество проведения диагностики, на качество проведения диагностики, что отсутствие то клинического уровня диагностики приводит к тому, что очень многие случаи, так называемых латентных или скрытых состояний, они просто человеком не усиливаются, они человеком просто не улавливаются, как основной источник информации, и, конечно, в большом проценте случаев люди обращаются к официальной или неофициальной медицине тогда, когда начинает превалировать симптоматика активная, болевая компонента, воспалительная компонента и так далее, и так далее. Это первый случай. Второй случай – это, конечно, стопроцентное подтверждение онкологии, так называемое стопроцентное подтверждение верификации опухоли. Естественно, тогда нетрадиционная или традиционная медицина, конечно, уже не может в большой степени повлиять на состояние человека, хотя нам известны такие случаи, когда, будем так говорить, нетрадиционная медицина очень хорошо справляется с онкологией. Естественно, это еще такие состояния, как техногенные катастрофы, как военные действия, как дорожно-транспортные происшествия и так далее, так далее, так далее. Вот эти вот составляющие, естественно, и занимают большое количество форс-мажорных моментов, когда мы не можем обходиться без лечения. Но из 87%, я хочу вам доложить, из 87%, только 9% мы списываем на те случаи, о которых я вам рассказываю. О которых я вам рассказываю. Это онкология, это ДТП, это военные действия, это техногенная катастрофа. Но, тем не менее, обратите внимание, с какой пышностью у нас расцветает онкология во всех ее проявлениях. С чем это связано? Это связано, конечно, в первую очередь с тем, что людьми абсолютно неправильно понимаются, а если и не понимаются, то никак не исполняется первая, основная составляющая формулы здоровья, это профилактика. Это профилактика. А в основе профилактики, конечно, у нас лежит использование индивидуального информационно-энергетического кода, помноженное на выполнение правил пищеварительных циклов. И вот как раз-таки использование индивидуального энергетического кода, и лежит в основе очистительных мероприятий. Очистительных мероприятий человека, и поэтому здесь надо очень четко расставлять акценты на правильности очищения, на нужности очищения и на необходимости очищения человеческого организма. Так получается в нашей стране, к счастью или к сожалению, что наша ментальность, мы будем говорить людей, населяющих нашу страну, она достаточно такая лебильная, достаточно лебильная. Были коммунисты, значит, при власти, религия была как бы под неким формальным официальным запретом, значит, тайный плод всегда был сладок, тайный плод всегда был сладок. А основная масса людей, верующих или неверующих, обращалась к религии. Обращалась к религии. И как раз-таки на тот момент, на тот момент, я хочу вам сказать, что и большое количество проблем, большое количество проблем в нашей стране, в части здоровья, как это ни странно звучит, решалось достаточно положительно. Это происходило по очень многим причинам. Кстати сказать, одна из этих причин, это недостаток продуктов питания. И вы помните, кто из вас более старше 40 лет, помните прекрасно о том, как у нас с большой непопулярностью и нелюбовью пользовались так называемые рыбные дни. А рыбные дни как раз-таки не относятся к системе очистки организма, они как раз-таки относятся к одной составляющей очистки, правильной очистки организма. Во-вторых, у нас сейчас превалирует огромное количество продуктов, огромное количество продуктов с так называемыми свободными сахарами. Я вот уже неоднократно говорил на эту тему в своих нескольких выступлениях. Вот сейчас нашу страну буквально обвалила проблема с сахарным диабетом. И особенно сахарный диабет, особенно сахарный диабет молодежи. С чем это связано? Это связано с тем, что молодые люди не знают практически запрета на сладкое. Не знают практически запрета на сладкое. А если вещи назвать своими именами, сладость, 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 эти вещи, которые всегда были традиционно под замком в русских семьях. То на сегодняшний день, то на сегодняшний день, конечно, огромное, повторяю, засилие вот этих свободных сахаров, это во всех его проявлениях, это сладости, это напитки особенно газированные. Я не буду, так сказать, никого, в смысле ничего рекламировать. Вся беда заключается в том, что организм не успевает титровать свое отношение к сладкому. Не успевает титровать свое отношение к сладкому. И вот на нашем стенде, кому интересно, вы можете подойти и прочитать. Мы огромное внимание уделяем, конечно, проблемам очистки с точки зрения сохранения качества желудочно-кишечного тракта. И что получается? Перещагивает молодой человек границу воинской части, он перестает употреблять свободные сахара, он перестает употреблять Кока-Колу и так далее, и так далее, и так далее. И буквально в течение полутора-двух месяцев мы ловим около 92% сахарного диабета. Сахарного диабета. То есть практически свобода употребления сладкого, практически употребление сладости во всех его проявлениях, конечно, это огромный бич. Это, конечно, огромный бич. И здесь я хочу сказать, что вот система оцерковленных людей, система постов, она, конечно, очень хорошо работала в той части, что человек ограничивался то ли силу своей духовности, то ли силу своих каких-то физических вещей, физических это парадигм, значит, ну то есть случаев. Он ограничивался от сладкого, и уже начиналась системная очистка человека, системная очистка человека в этой части. И, конечно, это очень важная такая составляющая, о которой мы говорим постоянно с Татьяной Владимировной, это соблюдение так называемых пищеварительных ритм. Значит, вот мы неоднократно уже говорили о том, что в кавычках, конечно, в кавычках Бенджамин Спок, американский очень известный педиатр и педагог, он, конечно, развалил нашу традиционную систему пищеварения. Он развалил нашу традиционную систему пищеварения, особенно грудных детей, детей, которые находятся в районе так называемых молочных зубов. Значит, он сказал о том, что ребенка надо кормить тогда, когда ребенок хочет кушать. И не мне вам рассказывать о том, так сказать, как этим очень легко воспользовались наши педиатры. То есть педиатры взяли с себя, сняли с себя просветительскую функцию, как детских врачей, отдали эту наводку родителям, а родителям, так сказать, ну, родителям, вы сами знаете, это люди какие, дали команду зеленого света, кормить, когда хочется, стали кормить тогда, когда хочется. И что мы в итоге получили? Что мы в итоге получили? Мы в итоге получили, что так называемая споковщина, или споковщина, или употребление, использование доктрины доктора Бенджамина Спока в течение 15 лет привела нас, привела нас к тому, что мы в возрасте 11-18 лет стали ловить такие заболевания у детей, которые прежде никогда не было. Я хочу вам сказать о том, что мы имеем случаи язвенных колитов в 9-летнем возрасте. Мы имеем случаи язвы желудка в 9-11 лет. Мы имеем случаи в очень большом количестве сахарного диабета, я об этом уже говорил, но более того, более того, у нас очень резко помолодели системы заболеваний обмена веществ. У нас резко помолодели заболевания обмена веществ. Почему это происходит, я бы уже в двух словах попытался объяснить, потому что никаким образом не используется системная очистка организма. Никаким образом она не используется. И вот мой рефрен обратный в сторону тех событий, которые сейчас происходят в нашей стране, говорит о том, что да, коммунисты ушли из нашей страны, власть коммунистическая закончилась, пришла так называемая демократия. Но к чему привела эта демократия? Демократия в нашей стране привела к пищевой, я уже не говорю об остальных составляющих нашей жизни, она привела к пищевой вседозволенности. Она привела к пищевой вседозволенности. Пищевая вседозволенность, я понимаю, вы внутри мне можете и внешне оппонировать, сказать у кого-то много этой еды, у кого-то мало, и я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что у нас потерялся системный подход к здоровью человека. У нас потерялся системный подход к здоровью человека. Вот лично у меня, как у профессионального и военного врача, вот складывается такое впечатление, что вот начиная с 1992 года, значит, нам наверху кто-то дал команду, что жизнь в этой стране должна прекратиться. И на самом деле так оно и стало проходить. У нас отменили школьное питание, у нас поменялся характер школьного питания, у нас полностью пересмотрели состояние отношения к физическому развитию в нашей стране и так далее, так далее, так далее, так далее. Вы мне спросите, Викторич, какое-то отношение имеет к правильной очистке организма? А я вам отвечу, самое прямое. Самое прямое. Почему? Потому что соблюдение пищевых ритмов, соблюдение пищевых ритмов, даже соблюдение индивидуальных ваших энергетических ритмов, на 50% решает проблему с очищением организма. Если в двух словах о пищевых ритмах, я вам должен продолжить такую ситуацию, что мы абсолютно неверно относимся ни к себе, ни к нашим детям, ни к нашим родителям и так далее, так далее. В каком контексте? Мы абсолютно неправильно себя ведем, начиная с момента нашего подъема. Вот мы утром просыпаемся, мы утром просыпаемся, и вот у нас есть статистика, которая говорит о том, что 83% людей тут же, после там чистки зубов и так далее, так далее, так далее, минуя туалет, я прошу прощения за интимность, минуя туалет, бегут куда? Бегут на кухню. Что они там начинают делать? Они начинают там кушать. Правильно, да? Абсолютно забывая о том, что даже анатомия, даже анатомия человеческого организма, анатомия человеческого организма устроена таким образом, что у нас под желудком находится очень важный отдел толстого кишечника, который называется поперечно-ободочная кишка. Так вот, пока мы толстый кишечник не очищаем, пока мы его не очистим, мы не имеем права ни одного шага сделать сторону кухни в части того, что мы должны поесть. Второе очень важное правило, оно связано и энергетически, и целесообразно, оно связано с так называемым правилом второго завтрака. Так вот, наша школа советская, наша школа советская, очень хорошо все эти вещи соблюдала, по крайней мере, до 11-летнего, 12-летнего периода у детей. То есть маленькие дети всегда получали у нас второй завтрак, в 10-11 часов дня. С чем это связано? Это было связано с тем, что вольно-невольно мы подчеркивали энергетическое значение в этот момент работы поджелудочной железы, поджелудочной железы для качественной работы организма. Именно в 9-10 часов начинается время работы поджелудочной железы, и тогда человек должен обязательно принимать второй завтрак. В этом случае мы получаем так называемый энергетический разгон, энергетически-ферментативный разгон, который очень важен нам для какой системы? Для сердечно-сосудистой системы. Потому что по законам жанра, по законам жанра, следующим энергетическим каналом у нас идет канал сердца. У нас идет канал сердца. И, кстати сказать, качество тренировки, качество физической активности человека, качество его, будем говорить, мышечной, мускульной силы, очень хорошо зависит от того, как правильно исполняется правило второго завтрака. Видите, даже соблюдение таких вещей, даже я уже повторяю, без соблюдения индивидуальных ритмов энергетических, уже приводит к тому, что мы как бы формируем в себе достаточную систему для чего? Для целесообразной работы кишечника. Следующий ритм – это ритм канала тонкий кишечник. От 13 до 15 часов – время так называемого горячей еды. Время так называемой горячей еды. Значит, в этот момент люди обязательно должны, конечно, есть. Люди, конечно, обязательно должны есть, и обязательно должны употреблять горячую пищу. Вот на этом практически заканчивается момент ассимиляции. То есть момент накопления человека тех пищевых продуктов, тех пищевых продуктов, благодаря которым он получает энергию. Ассимиляция, диссимиляция – слова вам знакомы. После 15 часов у нас начинается момент диссимиляции. Но продолжает функционировать пищеварительная ритма. Пищеварительная ритма. Значит, у нас получается четвертый, очень важный, очень важный для нас, очень важный пищеварительный цикл, или очень важный пищеварительный ритм. Это так называемый знаменитый русский полутник. Помните, что такое, да? В 16 часов. То, что у англичан, у наших друзей-врагов, называется five o'clock. Вот. А на англичане это делают в 5 часов. Значит, мы это делаем всегда в 16 часов. Правило полутника, правило полутника тоже имеет огромное значение. Огромное значение в части энергетического состояния человека, который потом отражается на его очистительных свойствах. С чем это связано? Употребление чая, употребление сухофруктов, употребление сухих, сухих из кили, из хлеба. Лучше всего, когда это крекеры, когда это там сухарики и так далее, но я подчеркиваю, на фоне чая приводит к тому, что у нас идет активизация, активизация очень важных органов в нашем организме, таких как почки. А почки у нас, дамы и господа, вы знаете, прекрасно, являются органами очень важными. У нас все органы важные, но это органы очень важные, в части, в части, такое очень важное для человека эмоции, как страх, как уныние, как беспокойство и так далее, и так далее, и так далее. И вот когда мы употребляем 16 часов, и практика обычно показывает, что это на 90% работает, дело в том, что так называемые вечерние депрессии, вечерние усталости, они очень хорошо снимаются, тогда, когда человек вовремя полдничает. Ну и пятый, так называемый терминальный, в течение суток или заключительный пищевой ритм, это у нас время, так называемое, это время, так называемое, приема питания до 20 часов. До 20 часов. То есть вы можете это делать в 18 часов, можете это делать в 19 часов, можете это делать в 19.30. В этот момент, в этот как раз таки клещеварительный цикл, как, в общем-то, утверждают корифии клинической диетологии, очень важно употреблять большое количество, большое количество еды, большое количество еды, которая выполняет функцию механической методы для кишечника. То есть в этот момент очень хорошо употреблять фрукты, в этот момент очень хорошо употреблять правильно приготовленные овощи. Правильно приготовленные овощи, подчеркиваю, почему, что такое правильно приготовленные овощи, потому что овощи должны быть немножко подвяленные, или овощи должны быть хорошо, в общем-то, отработаны руками. Почему? Потому что, например, такой всеми нами любимый овощ, как капуста, если его неправильно приготовить в виде салата, он вызывает так называемые ночные печеночно-кишечные бури. Ночные печеночно-кишечные бури, они вызывают очень серьезные расстройства со стороны сердечно-сосудистой системы, они вызывают очень серьезные расстройства со стороны венозной системы нашей головы и так далее, и так далее. Но это немножко такой аспект. Вот этим образом мы с вами прошлись по ритмам пищеварения, по ритмам пищеварения, которые лежат в основе первой части. Это первая часть, конечно, формулы здоровья, это наша профилактика. Это наша профилактика. Почему мы делаем большой акцент на индивидуальных информационных ритмах человека? Почему? Потому что знание вами лично, вашего собственного ритма, знание вами, собственной вашей энергетической, так сказать, матрицы, очень хорошо помогает вам формировать свое отношение к физике, то есть к физической активности. Очень хорошо помогает вам, так сказать, соблюдать такие вещи, соблюдать такие вещи, как ритмы труда и отдыха. Значит, вы очень хорошо можете внутри себя посчитать, когда вам надо отдыхать, когда вам надо учиться, когда вам надо влюбляться, когда вам надо жениться. Но я подчеркиваю, что наша форму, она, конечно, выпадает из контекста Это государственная система оздоровления, государственная система здоровья. И поэтому, в общем-то, в какой-то части мы находимся в таком небольшом конфликте, может быть, с официальной медициной. Значит, ну вот мне подсказывают, моя семья, о том, что мы теперь должны с вами говорить о таком важном пункте, о таком важном пункте формы здоровья, как оздоровление. Как оздоровление. Вот оздоровление мы в нашей школе разделили на две части. Оздоровление в нашей школе мы разделили на две части. Это как применение системы очищения организма через систему домашней физиотерапии и очищение организма через санаторно-курортное лечение. Ну, чтобы вам было понятно, чтобы вам было понятно, к счастью или к сожалению, немногие из нас могут себе позволить ехать в санаторий тогда, когда нужно. Когда нужно. Тем более, не тогда даже, когда можно. Поэтому мы большое внимание, поэтому мы большое внимание уделяем таким вещам, как домашняя физиотерапия в системе безопасной очистки организма человека. Что такое безопасная очистка организма? Это в первую очередь использование так называемых контрастных ванн, это использование так называемых контрастных душей, это использование так называемых контрастных ванночек для ног и для рук. Вот. Многих из вас на слуху может быть фамилия доктора Залманова. Знаете, вы не знаете, это был очень известный врач, русский, который сделал себе международное значимое имя за счет того, что он начал использовать в лечении профилактики, с одной стороны, в лечении оздоровления, как системной очистки, так называемые скипидарные ванны, так называемые, в общем-то, капилляро-статичные препараты. Вот я хочу вам сказать, я хочу вам сказать, что мы на сегодняшний день, мы на сегодняшний день, наша школа, школа безопасного здоровья, наши фамилии, значит, являемся единственными людьми, единственными людьми, которые пользуемся, пользуемся до симптоматичной, до клинической, до методами обследования, которые позволяют нам, вам помогать, грубо говоря, открывать глаза на те или иные виды очистки вашего организма, которые вам по-настоящему безопасны, которые вам по-настоящему нужны. Так вот, на сегодняшний день, я хочу вам сказать, у нас в арсенале есть замечательный препарат, растительный, растительный препарат, который называется Метасеп Плюс. Вот на сегодняшний день аналога этому препарату практически в мире нет. Я недаром вам сказал о докторе Залманове и о применении его, так называемых, скепитарных или капилляро-статичных мероприятий. Вот у нас одна таблеточка, одна таблетка нашего препарата Метасеп Плюс заменяет 4 ванны, заменяет 4 ванны по доктору Залманову. Вот представьте себе, какую внутреннюю конвертацию вы себе делаете. Или вы себе позволяете употреблять одну таблетку и не тратите время абсолютно на такие вот иногда небезопасные мероприятия. Почему? Потому что на доклиническом уровне, на доклиническом уровне, я повторяю, на сегодняшний момент, кроме иридодиагностики, нет ни одного способа, который бы достоверно, с более чем 90% подтверждал бы системное загрязнение организма. Вот покажите, пожалуйста, нам. Вот нашу пациентку мы хотим вам показать. Вот смотрите, вот если вы видите, хорошо, вот перед вами в левой стороне, в левой стороне представлена радужная оболочка, представлена радужная оболочка нашей пациентки, нашей пациентки. Вот видите, вот наличие такой вот границы, да? Вот мы это называли, мы это называем туманностью Картавенко. Это является стопроцентным патогноманичным признаком, стопроцентным патогноманичным признаком загрязнения человеческого организма. Многие из вас, многие из вас гонятся за данными по холестерину, по свертываемости крови, за лейкоцитами, за эритроцитами и так далее, и так далее, и так далее. Они зачастую, зачастую, к сожалению, абсолютно не понимают того, что лабораторная диагностика, лабораторная диагностика в 90% это состояние, которое фиксирует ваше сегодняшнее состояние. Ирида же сканирования, ирида сканирования позволяет за много долго, мы показали на нашей информации, что за 4-8 месяца до появления дистрофических изменений в организме, уже эти вещи проявляются на радужной оболочке глаза. Вот посмотрите, использование нашего курсового назначения, лечения, за 7 дней, за 7 дней, мы практически изменили дистрофические изменения в организме человека. За 7 дней. Мы сравнили, мы сравнили такие вещи, мы сравнили такие вещи с опытом применения лечебного голодания по методике Юрия Николаевича Николаева, знаете его, да, основоположника лечебного голодания в Советском Союзе. Так вот, за 35, за 40 дней Николаев не достигал таких успехов, которые он нам удалось получить. Вот посмотрите, за 7 дней мы уменьшили плотность дистрофических изменений, мы уменьшили окраску дистрофических изменений, и мы улучшили качество организма в целом. Значит, вот следующий этап, следующий этап очень важный, что в основе оздоровления, в основе оздоровления должны лежать не только безопасные способы очистки организма человека, но и безопасные, максимально информативные для вас, максимально информативные для вас. Значит, изменения, которые вы можете фиксировать у себя. И не даром Татьяна Владимировна свое выступление начало с того, что она вам прочитала формулу, так сказать, здоровья по Всемирной организации здравоохранения. По Всемирной организации здравоохранения, что в первую очередь, что в первую очередь, это у нас такие вещи, как не отсутствие болезни как таковой, или физическая недостатка, а состояние полного душевного и социального благополучия. Полного душевного и социального благополучия. Физического, да, полного физического, душевного и социального благополучия. Ну что, и тогда нам остаётся говорить уже о лечении Нам остаётся тогда говорить о лечении Но, в принципе, лечение, я уже говорил, к сожалению, у нас занимает очень большое количество поплотности нашей жизни, нашей жизни и проживания И поэтому, в общем-то, если правильно исполняется наша формула, если правильно исполняется последовательность выполнения всех наших рекомендаций То наша такая экспресс-информация говорит о том, что лечение, 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 так сказать, необходимости в лечении, даже в плановом лечении Значит, на 57-60% начинает отбодать Если вы, вот как Татьяна Владимировна, вам абсолютно замечательно, справедливо показала Если вы делаете усилия в основном на профилактике и на оздоровлении, то необходимости в лечении, конечно, начинают отсутствовать Ну вот, и с учётом того, что мы работаем не только на вас, но и на наш канал Вот наши подписчики нам прислали такие вопросы С интересом читаю вашу рассылку Моя проблема множество камней разной величины в жёлчном пузыре Но пока в новый час сказать о ней меня не беспокоит Я веду активный образ жизни ни дня без физической активности, стараюсь о болезни не думать Ну тут скорее не вопрос, а скорее констатация своего состояния Но, как я люблю говорить своей дочери, у нас в любом посыле, в любом вопросе, значит, есть всегда 20-25% ответа Значит, вот наш слушатель просто фиксирует себя на том и обращает наше внимание на то, что он ведёт активный образ жизни Активный образ жизни не мешает ему, в кавычках, и его, так сказать, жёлчнокаменной болезни С чем это связано? С чем это связано? Это связано с тем, что молочная кислота, которая у человека вырабатывается в результате его повышенной физической активности Она очень хорошо утилизируется печенью В силу этого печень даёт сигнал на расширение, на расширение жёлчных ходов И новая жёлчь, новая свежая жёлчь, спокойно заходя в жёлчный пузырь Обтекая камни, которые там уже в нём есть, спокойно протекает в 12-ти перстную кишку И никаким образом пока не вызывает, не вызывает недоумения и нераздражения Но я хочу сказать вам о том, что это не очень хороший ход Не очень хороший ход, почему? Потому что у нас внизу тут же сразу есть вопрос Тут же сразу есть вопрос, который является косвенным ответом Здравствуйте! К сожалению, приехать на семинар из другого города к вам нет возможности Меня интересует, что происходит с организмом, когда сначала его нагружаешь Потом вынужденный перерыв, заранее спасибо То есть, вот смотрите, получается, что отсутствие физической активности Отсутствие физической активности приводит к тому, что молочная кислота Молочная кислота не будет правильно утилизироваться Мозг не будет получать правильный сигнал на правильную выработку печени В этом случае тогда мы будем с вами ловить, грубо говоря, более чем застойное проявление В том же желчном пузыре Какой у нас выход из всего этого? Выход, и я прошу прощения, у нас один Приехать в нашу школу, пройти у нас видосканирование Получить от нас рекомендации И жить спокойно или счастливо Или получить все это в интернете Ну, это понятно, в системе онлайн Мне 72 года, но могу дать фору многим современным 40-50-летним Единственная проблема аденома предстательной желези Как с ней бороться, а я уже приму все меры для победы Ну, конечно, в формате моего короткого выступления Я вам не могу рассказать о всех аспектах борьбы с аденомой предстательной железы Но я могу вам сказать единственное, что правильно проводимая очистка мужского организма Правильно проводимая очистка мужского организма Исходящая вот из нашей формулы здоровья Она на очень большое количество процентов На очень большое количество процентов В общем-то, спасает человека, спасает мужчину От формирования аденомы предстательной железы Здравствуйте, Надяна и Виктор Семинар это здорово, только немножко далековато от нас Город Надым Волнует много Диабет, варикоз Но самое главное сейчас много Узловой зоб Пожалуйста, подскажите Как избавиться от зоба без оперативного вмешательства Вот я вчера на эту тему только и сегодня, кстати сказать Разговаривал со своими клиентами Разговаривал с нашими клиентами Когда люди приходят с проблемами щитовидной железы Люди приходят с проблемами щитовидной железы Зачастую, к сожалению, не понимая Не понимая того, что же происходит с человеком И откуда появляются проблемы щитовидной железы Я хочу вам доложить о том, что щитовидная железа Щитовидная железа Это орган, который выполняет функцию Некого смотрящего, как сейчас принято говорить на вульварном языке За состоянием иммунитета За состоянием иммунитета Во многих случаях, в процентах это около 90% случаев, эндокринологи наши, к сожалению, пропускают информацию, которая выходит со стороны желудочно-кишечного тракта. Чтобы вам было понятно, опять же, 90% нашей лимфоидной ткани, нашей ткани, которая отвечает за качество иммунитета, у нас находится в желудочно-кишечном тракте, начиная с 12-перстной кишки и заканчивая прямой кишкой. Так вот, состояние недостаточности работы или состояние гиперфункции, понимаете, что и в одном и в другом случае не очень хорошо для организма, вызывает состояние, так называемого, геофрагмального напряжения. Мы с Татьяной Владимировной, пользуясь случаем, что мы немножко впереди планеты всей, и пока у нас есть возможность, мы выдумываем свои собственные термины. Вот мы сейчас выдумали такой термин, который очень хорошо себя проявляет. Мы придумали термин, который называется газовый желудок, газовый желудок, а мы теперь новый термин придумали, который называется газовое сердце, газовое сердце или кишечное сердце. Так вот, во всех случаях, когда кардиологи не могут разобраться с причиной ишемической болезни сердца, я советую вам разобраться с вашим желудочно-кишечным трактом. Посмотреть, как правильно, на каких этапах вы относитесь в своей двенадцатиперстной кишке, в каком состоянии находится у вас процесс всасывания, на каком уровне у вас работает печень, как она работает, как у вас работает двенадцатиперстная кишка, толстая кишка и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь как раз-таки и ответ лежит в этой части. Да, да, можно обойтись, можно обойтись. И многоузловой зоб, я, конечно, не могу сказать на все сто процентов, что мы можем избавить от многоузлового зоба, потому что это уже как бы терминальное состояние по морфологии, то есть по устройству самой железы. Но то, что остановить проблему щитовидной железы, то, что остановить рост других узлов, это да, это я могу вам сказать на сто процентов. Так, что еще? Здравствуйте, Татьяна Виктор. Хотелось бы узнать, как жить с пиелонефритом в дружбе и о проблеме щитовидной железы. Но о проблеме щитовидной железы, я вам уже рассказал, жить с пиелонефритом с дружбой, в дружбе, вот, ну, как вам сказать, как можно жить, вот, граната, знаете, что такое граната, да? В смысле, не нефрук, а граната, как военный инструмент. Так точно, да, так точно. Вот, тем более, граната с выдернутой чекой, с выдернутой чекой. Вот, а представьте себе, что пиелонефрит, пиелонефрит в организме человека, это граната с выдернутой чекой, с выдернутой чекой. Как с ним жить? А вы знаете, оказывается, с ним жить тоже можно. И можно жить в мире. Самое главное, отслеживать состояние иммунитета. Самое главное, отслеживать состояние иммунитета. А вот состояние иммунитета, как раз таки отслеживается, вот то, что я вам рассказывал, то, что я вам рассказывал, это по состоянию так называемого дистресс-липидного синдрома. Когда задолго до того, как начинают возрастать цифры холестерина, задолго до того, как начинает меняться клиническая формула крови, биохимия и так далее, и так далее, мы с вами видим на радужной оболочке вот эти все изменения. Вот, ну мы опять к этому, к этому мы опять с вами возвращаемся. Можно с этим бороться? Можно, но лучше не надо. Лучше не надо, почему? Потому что, в принципе, пиелонефрит, это, конечно, болезнь достаточно серьезная, достаточно серьезная, и, конечно, с ней надо расправляться. Ее надо вовремя диагностировать, с ней надо вовремя определяться, и, в общем-то, конечно, мы потом можем с этим... Владимир Александрович Иванович, наш замечательный друг и товарищ, не только наш соавтор, но и проводник наших очень многих идей. Мне кажется, Владимир Александрович пишет, из формулы здоровья надо убрать букву Л, он имеет в виду любовь, да, Владимир Александрович? Лечение, да? Это уже не здоровье, это человек уже выпал из этой формулы. Ну, при всем моем огромном уважении господину Червоному, я хочу вам сказать, что позиция Л это достаточно спорная. Почему? Потому что правильное и вовремя проведенное лечение, правильное и вовремя проведенное лечение, все-таки отчасти формирует здоровье человека. Вы согласны со мной? Да. Ну, если у вас есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Камень в желчном пузыре. Необходимо удалить желчный или нет? Ну, я не знаю, если у вас время хватит, мы можем вам поставить отзыв нашей одной клиентке, если меньше называть своими именами, мы женщину практически сняли с операционного стола. К нам пришла женщина на прием и говорит, Татьяна Владимировна, Виктор Владимирович, вот у меня в протоке в желчном пузыре камни, мне советуют удалить желчный пузырь, вот начиная с февраля месяца тихо, спокойно эта женщина с этими камнями живет и необходимости, конечно, нет. Естественно, я могу вам сказать, исходя из своего военного опыта, я могу вам сказать единственное, если вас беспокоят желчные камни в виде болевой компоненты болевого синдрома больше двух-трех раз в год на фоне так называемого в армии проводимого адекватной терапии и эти боли не снимаются, ну или идите к хирургам, или идите в школу безопасного здоровья. К вам, к вам. Да. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Возвращаясь от болячек, все-таки к профилактике, я хотел бы ваше мнение относительно питья, то есть вода, сколько и как, то есть разные мнения докторов, слушать, понимать, и вот чай, кок. Многие доктора говорят, вообще это пить нельзя, это а травма, а некоторые говорят, нормально. Вы знаете, я хочу вам сказать о том, что мы с вами жители, мы сами жители одного из самых лучших районов нашей страны, мы жители Ростова и мы жители Ростовской области, и мы жители района с резкоконтинентальным климатом, вы знаете, что такое резкоконтинентальный климат. Да, так точно, так вот я хочу вам сказать, что мы должны употреблять жидкости, мы должны употреблять жидкости в достаточном количестве для того, чтобы наши почки постоянно находились в режиме промывания и обмывания. Это где-то литр 200, литр 300. А чай и кофе? Чай и кофе. Хочу сказать о том, что к кофе я отношусь отрицательно вообще по определению. По определению к чаю отношусь, но вы знаете, как я отношусь к чаю? Я лучше отношусь к узвару и сухофрукту. Почему? Потому что в принципе чай, правильно приготовленный чай, хороший, нормальный, неподдельный чай, неподдельный чай, вот кстати отдельная тема по поводу чая Тахишелони Интернешнл, я вам хочу сказать. Вот. Правильно приготовленные чаи, правильно приготовленные чаи, они несут в себе большое количество ферментов и коферментов. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что коферменты и ферменты, они улучшают качество пищеварения, пищеварения, они не дают возможности системному застаиванию, значит, в отделах желудочно-кишечного тракта, они прекращают гнилостные процессы, гнилостные процессы. Ну и потом мой дед, профессор Хардаенко, всегда говорил, всего должно быть мерным. Вот за это? Вы знаете? Просто споры вот по поводу пищевых циклов. Дело в том, что у меня отец занимается долгое время здоровым образом жизни, тоже бывший военный, вы приписаны, можете понять друг друга. Но вот у нас идут споры о количестве приема пищи. Вот Федор Васильевич уверяет, что ему именно по индивидуальному циклу удобнее принимать только один раз в день, вечером еду. Если он завтракает, обедает, ему хуже только становится. Вы можете просто раздражать? А систему уравновешивать надо, понимаете, с молодых ногтей. Понимаете? Систему надо уравновешивать с молодых ногтей. И потом я хочу вам сказать, что мы же с вами говорим не о сегменте профессиональном, а мы же с вами говорим об общей установке, понимаете, здоровье. А военные люди, это люди государевые, люди служивые. Знаете, как есть анекдот? Два казака сидят и пьют, а один другому говорит, слушай, ты все время сидишь и пьешь, а твоя жена в огороде или на базу возишься. Он говорит, а если завтра война? А я уставший. Понимаете? Поэтому тут надо... Есть общие установки, есть общие установки. Есть установки, которые... Ну, я не нарушаю, конечно, общих тенденций, принятых, понимаете, но я просто всегда ратую, я всегда просто ратую, понимаете, за то, что мы будем жить как нормальные люди. Понимаете? Поэтому мы и говорим о здоровье. А извините, вопрос. И обязательно масса упражнений специально. Потому что я очень много занимаюсь собой, поэтому... У нас вопрос у нашей постоянной клиентки господи Жика Накома. Можно ли употреблять тибетский гриб? Да. Конечно. Конечно, да. Ну, давайте, знаете как, давайте вещи назвать своими именами. Давайте вещи назвать своими именами. Как таковой, как таковой, тибетский гриб, в нашем понимании, это, конечно же, не тибетский гриб. Понимаете? Вот если госпожа Конакова меня позволит, и я вас не задерживаю, это примерно такой же рефрен, это примерно такой же рефрен, как отношение русских людей к уринотерапии, если вы позволите. Я вот с уринотерапией переведу на тибетский гриб. Вы понимаете, замечательный способ лечения уринотерапии, то есть применение собственной мочи, которая у нас в России, ну вот я как доктор медицинских ног, как профессор, я бы даже запрещал его употребление. Объясняю почему. Потому что этот метод достаточно широко известный именно в Тибете, именно в Тибете, обращаю ваше внимание, что пища тибетца на 97% состоит из животного белка, не растительного белка, животного белка. Поэтому моча тибетца, она резко отличается, извините, от мочи ростовчанина или среднего россиянина. Если мы имеем большое количество азота, если мы имеем большое количество азота, который же вторично, как бы атомарно изменился, понимаете, но я не хочу показаться вам банальным, если у вас есть там хотя бы там цветок, который вы не очень любите, не очень любите цветок в доме, ну пописните под него и посмотрите, что с ним будет. Понимаете, в чем дело? Соли. Да, понимаете, что с ним будет? И поэтому вот эти вот вещи, вот эти вещи, достаточно надо очень аккуратно к ним относиться, понимаете? Тибетский гриб, так называемый тибетский гриб, это, да, так точно, это разновидность кардицепса, это разновидность, так сказать, мукицелия и так далее, и так далее, и так далее. Вот я бы, я бы, называя вещи своими именами, больше бы нам, россиянам, рекомендовал бы чагу. Да, больше бы рекомендовал. Почему? Во-первых, потому что чага сама по себе, сама по себе, она является очень хорошим адсорбентом, очень хорошим адсорбентом. Она очень хорошо чистит, очень хорошо, вот обращая особенно ваше внимание, обращая особенно ваше внимание на детей, на детей, вот чага очень хорошо показана детям, которые страдают недержанием мочи, на фоне гипермобильности, на фоне, так сказать, гиперактивности. Вот чага очень хорошо снимает вот эти вторичные продукты обмена, которые раздражают кору головного мозга. Я понимаю, что за час сегодня расскажешь, не покажешь. А так, на здоровье, пожалуйста, тибетский гриб, пожалуйста, он хорошо работает и без всяких проблем. Спасибо. Да, пожалуйста. Скажите, я так скажу, скажите, пожалуйста, вы относитесь к литературе мебельских монахов, поскольку вы очень много занимаетесь, что это такое? Вы знаете, упражнение тибетских монахов. На присутствии господина Эльдара я буду рассказывать. Значит, это вот глубоко уважаемый наш товарищ, руководитель Центра Резонанса. Вот хочу обратить ваше внимание на этого замечательного человека, проводника знаний в нашем городе Ростове. Человек, усилиями которого проводится очень большое количество познавательных выставок, познавательных выступлений. Доктор-вестеролог, это из разряда присоединившийся к ним, Сергей Павлович. Вот, отвечаю на ваш вопрос. Дело в том, что упражнения тибетских монахов в Европу вошли с благословения английских миссионеров. Английских миссионеров. Понимаете? И с самого начала, так сказать, была допущена некая степень лукавства. Была допущена некая степень лукавства. Дело в том, что упражнения тибетских монахов это седьмая ступень из 12 ступеней инициации. Понимаете? Для того, чтобы правильно выполнять упражнения тибетских монахов, я хочу вам порекомендовать фильм, который называется «Семь лет в Тибете». Не в части того, что его надо посмотреть, а там просто есть такой рефрен, который связан чисто со временем. Так вот, именно семь лет нужно прожить на высоте 3,5-4 тысячи метров, подготовить свою селезенку, подготовить свои суставы, подготовить свой кишечник до правильного дыхания, а после этого начинать упражнять тибетских монахов. Я вам рекомендую настоятельно, я вам рекомендую настоятельно, господин Эльдар, не даст мне в этой части вас обмануть и себя обмануть. У нас есть некая модификация, есть некая модификация русского ушу. Русского ушу. Вот обратите внимание, обратите внимание, ушу это движение пяти. В данном случае движение пяти животных. Это называется, переводится с китайского, движение ушу. Упражнение ушу. А русское ушу, оно заключается в том, что научитесь двигаться как лиса, думать как волк, жить как медведь, видеть как сова, и вы станете мудрым как филин. Спасибо большое. Потому что сова от филина, как говорят в Одессе, это две большие разные. Спасибо за внимание. У нас есть литература, у нас есть бесплатная литература по оздоровлению, можете подойти, потому что интересно. Тогда давайте на бумаге. Так, ну сейчас давайте подойдем к столу. Спасибо, прошу с танцем. Нажми и камень.